Девушки отдыхают 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 Чёрт. Найди вход в канализацию. Встретимся там. Проклятие. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его ещё проверяют. Надо оцепить периметр. Так, вы двое. Будьте начеку. Оставайся в тени. Не дай себя увидеть. Ха! Я же говорил. Да уж. Лёгкая работа. Сторожить хрен знает что у чёрта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Я подумал, что подмога тебе не повредит. Эй, Игорь, я здесь. Скорей сюда. А, так это здесь. Да, да, да. Спускаемся. Оттуда примерком на станцию. Игорь, возьми счётчик Гейгера и следи за уровнем радиации. Хорошо? Три, шесть, да. Так себе, конечно. Но не катастрофы. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Хорошо. Я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Оливер, сэр. Игорь, ты уверен, что эта штука работает? Да. Нужно только немного чёрного лита. Минерал, который хранится в адске радиоактивном помещении реактора. А ещё его хранит полунинор-минор. Конечно, нет проблем, Игорь. Может, прибавку сделаешь, а? Ни ещё далеко от злоча... Радиация слишком большая, бросается, но спасайте сами. Здесь. Они прямо тут. Мудивяйтесь. О, Боже. О, Боже. Эй, откройте дверь! Выпустите меня! Выпустите! Александр Павлович, кто-то должен пройти туда и отходить дверь. Начинаю. Есть! Вижу двух охранников. Чёрт! Ненавижу эти спецоперации. Ну, хорошо. Начинаем в стиле спецназа, да? Антон, бери левого. А я позабочусь о втором. Оливер, дай я это сделаю. Уж с русскими-то я справлюсь. Ладно, дело твоё. Я тебе прикрою. Слёзы под дождём. Ты же должен был взять на себя второго. Того, что справа. Пять бар. И растёт. Ты уверен, что не рванёт? Да откуда мне знать? Я солдат, а не умник в белом халате. Здесь всё ещё пять бар. Это же хорошо так. И утечки. Отличная работа. Для мозговика, конечно. Пункт управления реактором. Давно не виделись. Последний раз я тут был, когда плавился реактор четвёртого блока. И... Эй, в этот раз давай безъядерная катастрофа, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка АЗ-5. Игорь, не надо. Не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Да так, ничего. Болезненные воспоминания. Ты в порядке? Да-да, я просто сейчас всё сделаю. Хорошо, поторопись. Вперёд в помещение реактора. Товарищи, без паники. Это незначительная утечка. Всё под контролем. РБНК реакторы не взрываются. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Сейчас взорвётся. Радиоактивное облако накроет пол Европы. О, боже. Очень аж сущий на небесах. Да светится им, да придёт царствие твоё, да будет воля твоё и на земле, и на небе. Меня сейчас вырвут. Смотри, мои руки. Смотрите, смотрите, что вы сейчас со мной сделали. А что с радиацией? Ну, нам бы лучше поторопиться. Точно. Ещё пять минут, и я засияю. Ладно, парни. Но не вините меня, если я чуть светиться, или лишняя пара ноготь растёт. Останусь-ка я здесь. Один в темноте и в безопасности. Лучше поберётеся, чем потом жалеть. Он такой холодный. Ты уверен, что радиация низкая? Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, всё в норме. Так как оно работает? Это твоё устройство. Это устройство создаёт трансцендент биокционного отображения пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множеств колобиявов модифицируется в антидеоситеровом пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Эээ, что? Искривляет пространство и время. Требует невероятного количества энергии, а чернобылит её бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей из плохого фильма. Поможет мне найти её. Кого? Мою невесту. Она пропала здесь, в Чернобыле. Тридцать лет назад. Да, полная безумие. А у нас совсем нет времени на... О боже! Оливер! На помощь! Тридцать лет назад. Что? Татьяна? Вот дерьмо! Оливер! Оливер, чёрт, где ты? Зима была такой долгой, холодной и тёмной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы, дни разлуки. Чёрт побери, Игорь. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем и хорошим бойцом. Он погиб ужасной смертью. Да что это, чёрт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я... Я не знаю, но он умеет телепортироваться. Должно быть, это... Транцедент для акционной проекции пространственного временного континуума. Вот дерьмо! Только не начиная опять. Нет, нет, никакой научной лабуды. Прекрати. Это у меня голова взорвётся. Где мы, чёрт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего. Дело нигде, и когда мы внутри точки сингулярности. Везде и нигде одновременно. Ага, конечно. Бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идёт по следу. А у меня немалейшего желания ещё раз с ним встретиться. Так что, куда нам? Где выход? Ага, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там. Вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся у Михаила. Ай, чёрт! Моя рука так болит! Сломана! Я убью тебя! Ты! Ублюдок в чёрной маске! За Антуна! Я убью тебя! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... В твоей голове забытые воспоминания, потерянные мгновения, времена смешиваются, мир кровоточит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты что, не боишься радиации, дорогой? Я знаю, что ты в защитном костюме, но всякое случается, верно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не смотри на огонь, Игорь, хватит смотреть... Нам нужно приготовить ужин... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Игорь, я так голодна. Давай съедим что-нибудь. Ты разведёшь костёр, а я оденусь и буду красавицей. Игорь, я так голодна. 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 Я тут случайно услышал твой разговор. Что собираешься делать? Собираюсь взломать черта в сервер наар, пожалуй. Так ты ему доверяешь? По моему он чокнутый какой-то. Да, можно ли так сказать? А еще он реально чокнутый. И место ему в психушке. Сможем сделать это в любой момент. С помощью манипулятора я смогу открыть портал, и мы выберемся. Но я не сделаю этого, пока не найду Татьяну. Нет, ты не понимаешь. Дело не в серверах, Нар, и не в Михаиле. Дело в Татьяне. И это моя первая зацепка. Шансов мало, но я хочу попробовать. Ой, но просил, что стою у тебя на пути, Ромео. Просто, ну что, если это мой единственный шанс найти Татьяну? Раз уж тебе хочется вести себя как псих, будь хотя бы вооруженным психом. Вооружен, опасен и совсем без крыши. Что может пойти не так? Раз уж тебе хочется вести себя как псих, будь хотя бы вооруженным психом. Вооружен, опасен и совсем без крыши. Что может пойти не так? Вот это вид. Ну что ж, решай. Самому встретить судьбу. Или отправить других. А, понял. Здесь я могу выбрать план действий. Отправить Оливера или... Или сделать все самому. Ты вроде что-то строить собирался. Может, мастерскую? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Понимаю. Хотел бы я тебе помочь. Прости, если разочаровал. Можешь чему-нибудь, ну, научить меня? Прости, не сегодня.